Великий Курас Великий Курлтай Именно такое словосочетание пользуется популярностью в Монголии, ведь это обозначение монгольского парламента. Чтобы привлечь ваше внимание, я вынужден говорить маразматические мысли. Сегодня будет новогодняя программа. Вы посмотрите, я перейду на стихи с вашего позвонка. Вот почему многие охранники стоят в костюмах снежинок сейчас. Ведь все же готовятся к Новому году, к встрече нового 2009 года. Ну что, друзья, с Новым годом, Россия! Ура! После этого новогоднего номера лента четырех... Синхронная лента четырех. Мы хотели бы перейти к новостям, потому что Новый год Новым годом, а газеты еще никто не отменял. В столице установили главную елку страны. Вот яркая фотография. Водители машут руками парковщиком. Здесь елка, по всей видимости. Откуда привезли новую елку-то главную? Саша, из леса! Нет, из леса! Взяли елку, привезли из Питера, потому что все главное в нашей стране приезжает оттуда. В Киеве тоже есть главная елка, наверняка. В Киеве есть такая елка. И в Киеве... Только она без подогрева сейчас работает, я так понимаю. Так вот, я неспроста заговорил о киевской елке. Да мы знаем это, да? А там, кроме того, что есть елка главная, так же, как у нас, там с коррупцией тоже борются. Но с коррупцией там борются по-своему, особенно мэр столицы. Леонид Черновецкий предложил свою версию борьбы с коррупцией. Какая же она? Он считает, что теперь жителям придется платить деньги за прием у чиновников. Официально. Он даже предложил расценки. За встречу с самим Черновецким 100 тысяч долларов. Ну, это резонно. Это сколько часов, во-первых? Но больше часа все равно никто не выдерживает. А если продлить, кто не захочет? Легко. Так вот, за встречу с ним 100 тысяч долларов. А ужин с Леонидом Черновецким 800 тысяч долларов. А ролевые игры... Легко. Легко. За последний обед мне заплатят... Уже заплатили 800 тысяч долларов. Вы знаете, я знаю человека, который был на этом обеде. Серега, я тебе честно скажу, я был на том обеде. Оно того стоит. Да, и более того, мэр города Киева Леонид Черновецкий решил, почему все это должно быть бесплатно. Почему каждый раз, когда он приходит до работы, выстраивается очередь и стоят люди, потому что выходят из кабинета и говорят, ну это конечно. Заходи. Да, я в этом хаосе, в этом потоке узуркированных... Прости, пожалуйста, а часто ребята, бизнесмены украинские, сидят в ресторанах и говорят, ну что, домой? А может, в Черновецкого? Украины, перейдем к моей любимой Грузии. Я сейчас прочитаю. Михаил Саакашвили отправил министра обороны Давида Кезерашвили в отставку и на его место назначил Васила Сихарулидзе, психиатра по специальности, министром обороны Грузии. То есть данный министр... Министр обороны, психиатр? Да, и... Ребята, а там налаживаются дела-то, да? Нет, это что? Я думаю, доктор зашел в палату, а он ему говорит, ты будешь министром обороны. Он говорит, не волнуйтесь, только не волнуйтесь, отпустите занавеску, пожалуйста. Ну, к примеру. Хочется пожелать в этот предновогодний вечер и народу Грузии, и народу России, и народу Украины, и всем народам бывших республик постсоветского пространства тщательнее выбирать людей, которые будут в следующем году и в последующие годы появляться в новостях. С наступающим Новым Годом! Дай Бог, чтобы в Новом Году мы жили в мире и в гармонии. Иван, Сережа, Саша, Украина, Белоруссия, да! Смотрите! Добрый день! Роман Андреевич как! Роман Андреевич, здрасте сейчас! Не успели мы договорить. Здрасте, Роман Андреевич! Какие звезды у нас, да? Роман Андреевич, Саша, поздоровайся! Вечер... А у вас посадят? Вечер встречи трех поколений. Да? Да? Вы, Саша, и мы, да? Да, ну я... Я бы распределил в другом порядке. Саша, Роман Андреевич, и Мизозой. Саша, я давно занимаюсь этим, вы только начали. А я уже давно занимаюсь. Раскопками? Нет, шутками. С шутками. Роман Андреевич, ну поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Вы готовы к тому, что уже через несколько дней настанет новый 2009 год? Да, я готов. Я уже заказал две ноги, копыта на холодец и фаршированный роман. Некоторые просто такой же костюм носят. Копыта, две ноги. Да, да, да. А, Роман Андреевич, вот эти бесконечные выходные, которые нам подарило правительство после Нового Года, 9 долгих дней. 10. Уже 10? Мне 10. У Романа Андреевича 10. У нас с Романом Андреевичем это тоже выходной. 10. Понял, Иван. Я думаю, что правительство сделало потрясающую вещь, тем более, что сейчас вообще надо отдыхать, чем больше, тем лучше. Ну, в связи с обстановкой. С кризисом. Мировым. Ну, может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Роман Андреевич, а вот члены коммунистической партии... Да. Они всегда так голосовали. Да. Так вот, члены коммунистической партии предлагают 3, 4 и 5 января перенести на майские праздники. А третьего уже, как говорится... Убрала, в мае надо копать. Чтобы к ноябрю вырыться. Это логика коммунистов, понятно. Что зимой накопаешь? Ну как, накопали же. Мы сейчас говорили об Украине, мы очень любим Украину, но Одесса занимает на территории этой прекрасной страны особое место. Вы как одессит, как Одесса переживает вот это все? Украину не начепай-то, это моя родина, я ее очень люблю. И, конечно, я в этом году был очень много, много раз был в Одессе. Я прилетел в Одессу, меня никто не встретил. И стоят таксисты, узнали, давай я тебя сейчас за пол цены довезу. Я говорю, не надо, сейчас приедут. Второй подошел, я тебе за четверть цены. Я говорю, не надо, сейчас приедут. Демпингуют один. Один взял меня в охапку, отнес в сторону, говорит, я тебя везу бесплатно, только ты будешь меня слушать. И вы поехали за пол цены, да? Слушать, Одесса. Он повез меня в роддом, показать, где он родился. Потом он повез меня, значит, показал, где он в школу пошел, потом где он развел. Он меня возил в полтора часа. Потом усталый, подвез меня в гостинице. Я усталый. Ну, ты усталый. Я говорю, да, давай я завтра еще подъеду поговорю. Я говорю, не надо, не надо. Он так грустно сидит. И вдруг он сказал гениальную вещь. Это можно услышать только в Одессе. Мой брат уехал в Америку лет 30 тому назад. Родной брат. Он там живет вот так. Я здесь эти 30 лет, я живу вот так. Так из такого кусочка я должен уезжать. Из Одессы, из солнечного города, у моря перенесемся в Париж. Вот смотрите, во Франции более 20 натурщиков разделись догола прямо на улице в знак протеста против низкой оплаты их труда. Представляете? Забастовщики считают 10 евро в час неадекватной платой за их работу. Нет, за эти деньги я не разденусь. А если 20-ку? А за какие? Роман Андреевич, вы когда-нибудь устраивались забастовки в своей жизни? Да. Да? Судя по вашему лицу, прямо сейчас это началось. Пару раз было. Это опять же было в Одессе. В Одессе мы с Витей Ильченко, моим другом, играли премьеру в русском театре. Я привел папу и маму. И администратор, знаменитый Козак, который говорил знаменитую фразу, что вы воруете с убытков, воруете с прибылей. Не посадил мою маму и папу. Я не говоря Вите ни слова. И ему. Оделся и ушел. Просто ушел. Это была моя первая забастовка. А чем закончилась забастовка? А закончилась, он извинился, на следующий день он маму посадил с утра. Роман Андреевич, если есть возможность прямо сейчас что-то сказать нашим зрителям, конечно, они будут счастливы услышать от вас. И в России, и в Украине. Зрителям. Да. Ой, в Украине особенно. Это моя родина. Я очень люблю. И я хотел бы пожелать особенно Украине. Не дай бог. Я очень люблю ее. С юга, востока, запад и север. То, что сейчас там происходит, это очень огорчительно. Я хочу пожелать особенно ребятам в Украине пожелать успокоиться, заниматься своим делом и плюнуть на тех, на кого надо плюнуть. Роман Зарцев! Надо проводить Роман Андреевич. Проходите к нашим парам. Пока, ребят. Да, спасибо. Спасибо, Майсор. Спасибо. Да, Андрей, спасибо. Я хочу сказать, что в предновогодние вечера вообще хорошо бы сбывать чьи-нибудь мечты. Я знаю, что вот Сережа редко участвует. Бывать краденые. Да, сбывать краденые мечты. Сережа на самом деле мечтает когда-нибудь спеть. Давайте поможем ему осуществить мечту. Сегодня новогодняя мечта Сережи Светлакова сбудется. Песня. Присаживайтесь. Роман Андреевич, присаживайтесь. Сейчас Сережа будет петь. Я просто хотел немножко предисловия сказать, что... Это убаюкивает. Что я, да. Кушать будем? Конечно, дамы и господа. Роман Андреевич, поет Сергей Светлаков. Встречайте. Давайте меня поддержим. Это был удивительный год. Дело в том, что все, что я загадал, о чем я думал, в этом году сбылось. Я вот подумал, почему наши футболисты и хоккеисты не могут уже сколько лет выиграть? И тут на 2008 год и бронза у футболистов, у хоккеистов золото. Думаю, здорово, чудеса сбывают. Я думаю, почему в 2008 году не могут придумать какую-то гигантскую трубу хреновую, дорогостоящую, и чтобы она сломалась? Включая телевизор, а там калайка. Я думаю, ну, неужели вот каждый год на Евровидении ездят какие-то дебилы, уроды и выигрывают? Неужели от нашей страны нельзя послать какого-то дебила и урода? С плохой песней, битболатой, чтобы он выиграл? И вот в этом году, в 2008, слава богу, моя мечта не сбылась. И поехал нормальный парень с нормальной песней, но выиграл. Я ехал в поезд, вышел на полустарочке, где-то там, под тюменью. И смотрю, девчонка молодая, красивая, продает беляши. Я купил, купил один беляш, смотрю, а девчонка настолько красивая, мне стало за нее так обидно. Я говорю, ну, ну, ну как же ты такая красивая и в беляшами торгуешь? Включая телевизор, а она выиграла Мисс Мира. Девчонка красивая, честно говоря, беляши, так себе. Сосед весь год, весь год у меня сосед своей дрелью просто затрал меня. С утра до вечера эта дрель у него. Я подумал, ну, чтобы ты, чтобы этот сосед себе эту дрель засунул. С утра просыпаюсь, а дрель стала чуть глуше. Все-таки мечты сбывают. Но самое обидное, что сбылись почти все мои мечты. Не сбылась только одна. Одна маленькая мечта. Вот, если бы осталось мало времени до Нового Года, если бы она сбылась, то тогда я был бы действительно в счастье. Угадала? Почти. Песня. 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 Будьте вы всегда и всюду счастливы Целый год привет и забор Ну, Сергей, ну ты загадал, конечно Но ты, я думаю, обзавидовались все люди по всей стране И не только в нашей В нашей, я имею ввиду Армению Там вообще сознание потеряли Если бы такие желания сбывались Жанна, мы вас приветствуем Очень радостно, что наконец-то красивый человек сидит за этим столом А то все время Ваня, да Ваня, я поворачиваюсь Иван А я ведь красивый, да Просто у тебя плохое зрение А вы вчетвером, я все время смотрела вчетвером Очень гармонично смотрите А ты сегодня знал, да, про эту рубашку? Мне сегодня не знали Кстати, можно я задам вопрос У нас рубашка из одной занавески, вы понимаете? Рубашка и платье Жанна, жанна, подожди, нам же на ветер Давай, рви, рви, давай Это тебе на платье, это мне на рубашку Погнали, все У человека две недели назад родилась дочь Что еще добавить к этому не хочу? Что мне мешает завести сына? Сережа, как бы знак своего такого замечательного отношения к Жанне И дочь назвал соответствующим образом Настя А Гарик назвал жену Жанна В честь моей дочки Жанна, в честь моей дочки Я совсем запуталась А Саша, чтобы не путаться Жанна Дочку назвал Саша и жену Саши Саши Есть Жанна, мы бы хотели обсудить с тобой Тут такая скандальная новость Пусть прочитает Жанну, ей будет смешно первой В первую очередь Борис Моисеев выступит на Евровидении Вот, прекрасно От? От Беларуси От Беларуси Александр Лукашенко лично Предложил Борису Моисееву Защищать честь Беларуси На конкурсе Евровидения 2000 Честь моя Моя лишь Жанна, это мы не случайно об этом заговорили Я предлагаю тебе Жанна, а почему бы тебе не выступить На Евровидении от Армении? Вот смотрите, сколько Подожди, подожди, Вань Тут серьезные вопросы решаются От Армении? Во-первых, это будет первый случай Когда все страны дадут 12 Армении Хотят или не хотят этого Жанна, почему Моисеев может выступить от Беларуси А ты не можешь выступить от Беларуси? Я же не сказала, что я не могу Если не будет коньков, то я что-нибудь придумаю О, пожалуйста Вот смотрите Раз газета И Жанна опять Жанна Фриски не пригласила на свадьбу Аню Семенович И видно, что Жанна стоит в свадьбе на платье А Аня не готовая Абсолютно разобранная Разобранная Ей еще букет назад кидать Жанна, а можно уточнить? Я все по-прежнему выхожу замуж А на чью свадьбу ты не пригласила? На чью-то я не знаю Но говорят на твою На мою свадьбу На очередную Откуда родился этот слог? Так у меня как какой-то проект Так я сразу выхожу замуж В прошлом году я выходила замуж за Дмитрия Нагиева В этом году я выхожу за Виталия Нойкова А на Евровидение, если я поеду, то мне еще за кого-то придется выходить замуж А там ведь ни Нагиева, ни Нойкова Может за Бориса Моисеева Если выйти за Бориса Моисеева, что там, господи, готовь и все В общем, все решили мы, что мы делаем в следующем году Самое главное, в этом году у Жанны не было свадьбы И не будет Семенович Не будет? Не будет? Не будет Стоп, секунду Сбываются мечты Жанна, еще не поздно И не должно было быть Еще 4 дня до Нового года Подумай Если что, шатер есть Свадебный генерал есть Жених есть Водитель есть А еще Бэн, который выступит на свадьбе А, ты имеешь в виду нас Конечно Жанна, мы в любом качестве Я понимаю, что это очень дорого Нет Не так дорого, если бы мы вели, Жанна Жанна, все мужчины сейчас прилинули голубым экраном Коль чем? Многие же... Жанна, обращайтесь с новогодним обращением Уходящий год был годом семьи, кто-то заметил Да, да, я напомнил всем У нас у всех родились дети, у меня 4 года назад, но у ребят в этом... Это действительно... Я хотела об этом сказать Да Что, вот, например, я знаю, что Сережа и Саша, они вняли... И Ваня, И Ваня, И Ваня тоже Ну, я тоже внял Но я... Без этого дети не рождаются Я вам как врач Надо внять, 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 пока они родятся Какая не получилась, что-то внялся Да, да, да Я хочу пожелать, чтобы мужчины женились, женщины выходили замуж Рождались маленькие дети И я думаю, что от этого мы становились счастливее Босс! Браво! Браво! Жанна, позвольте вас в сопровождении Сергея Раз он уже взялся, пусть он и проводится к фуршетному столу, где вас ждет... Роман! Да, мне вас ждет роман Да! Проводите меня с музыкой Па-па-пам Давайте Я не буду петь. Пойдем, Жанна. Я покажу тебе новый ют. Жанну ждет роман, а Сергей как-то. Ну, а мы продолжаем поздравлять с наступающим Новым Годом всех жителей нашей страны и делаем это по-прежнему. Вань, когда ты сказал жители всей страны, у меня такое ощущение, что у меня то ли слуховые аберрации, то ли зрительные галлюцинации. Несмотря на количество непонятных вам латинских слов, ребят, я действительно еще раз повернусь и взгляну латерально. Сейчас армянина найдет. Свой, своего вид издалека. Это он, Мишка! Миша, это же ты, привет! Наступай! Михаил Голубсян! Мишка, давай! Ара, брат! Наступай, Миша! Сереж, познакомься с Мишей, вы вдвоем в программе снимаетесь. А это ты вот, да? Да, и все время мне на стройке. Мишка, Новый год! Да? С каким настроением ты уходишь от крысы и входишь в быка? И ушел. Ну, мне, наверное, как южному человеку с каким-то мандариновым настроением надо уходить. Тебе, как жителю Сочи, именно с таким настроением и надо входить туда. Надо приезжать в Москву с таким настроением. Многие приезжают не только с настроением, но и с мандаринами. Оранжевое настроение. Я не знаю, год быка, что? Что ты ждешь от быка? Что ты ждешь от его капыт? Что нравится быку там? Что? Трава и телки. Вот, Миша, специально для тебя. Я знаю, что тебе эта новость понравится. Тем более... А я читать умею? Я читаю новости. Прекрасно. Пожалуйста. Удивительная способность Миши говорить, мыслить вслух. Сейчас он будет говорить, я смотрю в газету. И закончится мыслью, я борода. Китайский пастух при управлении садом овец использует большую фотографию волка. А каким образом это происходит? Ну, видимо, он берет фотографии и говорит, давай домой, быстро. Давай, вот так, давай, быстро. Ты сюда иди. Ты сюда иди, я кушать буду. Вот так вот домой. Саша, я вижу немой вопрос в глазах у Саши Цикала, а это эффективный метод вообще? Ну, вообще, да, эффективный метод. Я еще помню, я помню в школе еще, в школе директор школы нашей, он вот фотографии помыл Андерсон, загонял нас на урок труда. Именно этим же методом мы загоняем Сашу Цикала в этот ангар. Я отвечу за Сашу и делаю это не в первый раз, а с удовольствием. 40 лет исполняется компьютерной мышки. Посмотрим, друзья, как выглядела первая компьютерная мышка. Она была сделана из дерева, как и первый компьютер. Я думаю, что первая мышка, она была еще до того, как изобрели компьютер. Конечно. Так и было, конечно. Так и было. За 300 лет. Многие вещи предвосхищают, как бы, события и идут вперед, как бы. Мне кажется, что скульптуры Зураба Церетели тоже опередили свое время. Они, во-первых, опередили мысль Зураба Церетели. Более, более, да. А во-вторых, они... Причем надолго. Зураб часто проезжаем имя Петра, говорит, «Какая интересная скульптура! Надо и мне такую сделать!» Ему говорят, Зураб Гастанзенович, спасибо! Спасибо! Давайте, что говорит Саша, если взглянуть на планету с Венеры, что я часто делаю по воскресеньям, и заметить, как расставлены из скульптуры Зураба Церетели... Венеру Дождедян... Ты тоже не свечался? Нет, нет. Но я... Мне с нее ничего не видно просто. Венера Дождедян... Работница месяца в крошке-катошке на Петровской Радонской. Пожелаем вас наступать с Новым годом. Желаем чаяния и наполнителей. Послушайте, что... Есть? О чем я говорю? Это не просто такс-кульптуры. Это базовые зарядки космических кораблей. Штекеры! Так и хочется насадить космический корабль на Петра. Ты это имеешь в виду? Миш, ты пьешь воду, кофе, чай... А где деньги за это? Какие-нибудь вот вещи, которые, на твой взгляд, предвосхитили события. То есть, вот... Во-первых, сам Миша. Миша, на самом деле, задуман был как... Шиномонтажник. Он и похож на... У нас на Новокузнецкой есть шиномонтаж. У вас у кого? Да почему ты вдруг сузил так район на Новокузнецкой? Где у вас нет шиномонтажа, Гарри? Где эти черные пятна на планете? Не, они белые, да. Сережа, да, действительно, есть люди, увидев которых, так и хочется поменять резину, но... Совершенно... Вот антиоксиданты, бесполезная сенсация. Почитай пока, а мы хотели бы обсудить следующую новость. В столице закончился конкурс «Московский дворник». О, подошел к машине позавчера, думаю, где мои дворники? Они, оказывается, в конкурсе участвуют. Победителями стали 60 человек. Победителями стали 60 человек? Вице-дворник. 70 человек. Второй вице-дворник. 400 человек. Их разделят на две группы. Одна поедет на две недели на Канарские острова. А куда еще дворникам? А вторая продолжит работать. Где будет жить в пятизвездочных отелях. Тихо. Работающих, по принципу, все включено. Другая в Чехию. Знаешь, по принципу, все выключено. Саш, ну, я, во-первых, я согласен с московским правительством. Еще бы ты был не согласен с московским правительством. Конечно. Как ты относишься к тому, что Юрий Михайлович Лужков? Несмотря на то, что сейчас такие, знаете, не до жиру сейчас. 60. 60 дворников на Канаре. На Канаре. Это же там будет все... Там опечатка, наверное. Там опечатка. Там не 60, а 60 тысяч, наверное, дворников. И не на Канаре, а в Душамбе обратно. Ребята, специфичный итальянец, так называется... Так называется, да. Специфичный итальянец. Как ты себя называешь. Да. Когда знакомишься с женщиной с белыми волосами в кафе. Я очень специфичный итальянец. С таким акцентом специфичным. У меня акцент такой... Мы видим справа бока машины три колеса. Два спереди, одно сзади. Я думаю, присутствие третьего колеса справа компенсируется его отсутствием слева. И это просто обычная четырехколесная машина. Я бы назвал ее автомобиль Камбала. Друзья, просто предоставим слово Мише и... Просто поздравить россиян и вообще весь мир. Кого ты хочешь... Поздравляем вас! Я хочу поздравить... Я не знаю, я бы поздравил жителей Африки. Довольно логично в этом случае. Все-таки гены говорят... Все-таки в Америку ходят... Жителей Франции, Америки тоже. Франции, Америки и Африки? Да. Я понял, песня будет на французском, английском и суахили. Да, на армянском. Михаил Голустян сейчас исполнит песню. Давайте. Давайте посмотрим. 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 Сейчас, давайте мы зайдем. Погромче сделаем. О боже, что я делаю? О боже, что я делаю? О боже, что я зашиваю? Я был fond,... Я не наткру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 за Леонида. Сегодня уже звучало много песен, но эта песня стоит особняком даже в Бразилии. Гарик, когда ты с золотыми часами делаешь вот так эту руку, я снова представляю кафе. Извини. Я не могу. Я очарован тобой, Гарик. Долгие годы работы. Я своя. Сейчас впервые прозвучит песня, которую мы поем как можем. А Леонид Агутин вместе с талантливыми людьми, которых он сейчас представит, играют так, как надо. Леонид, вам слово. Группа Эсперанты, ребята, работает со мной. Сегодня нам будут помогать. Я бы хотел, друзья, сказать вам просто так напоследок. В этом году мы с вами еще увидимся, но не в этой программе. Мы желаем вам всем счастливого Нового года и в конце января веселыми воробьями. Веселыми. Кто воробьями? Кто снегирями, а кто и гроздами? Ворвемся в ваши уставшие от новогодних праздников телевизоры. Песня. Леонид Агутин. Группа Эсперанта. Гарик, уйди с провода, пожалуйста. Спасибо. Питра латикаду. Раз, раз. Ребята, работаем. Спасибо. Спасибо. О, раз. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, в этот день еще осталось буквально 3-4 дня, и наступит Новый год. Мы поздравляем вас с этим праздником. Пусть у нас в новом году получится все. Пусть этот год будет жарким на события, как эта песня. Пусть у нас будет много денег. Пусть рождаться будут дети. Мы будем счастливы, ведь мы великая страна. С праздником! Пусть у нас будет много денег. Пусть у нас будет много денег. Субтитры создавал DimaTorzok